Идет действительно сильная команда. Помимо голосования, партийцы обговорили стратегию совместных действий в период выборов. Кого поддержали, смотрите далее. Благие дела, работа в команде и закон, который они берутся усовершенствовать. Представители партии регионов собираются на 15-ю городскую конференцию. Вопросы повестки дня, стратегия действий в период выборной кампании. Регионалы говорят, встреча очень ответственная, так как сегодня они планируют выбрать кандидатов по мажоритарным округам в Верховную Раду. Нам сегодня очень важно говорить о том, что мы будем выдвигать не просто от партии, но еще будем выдвигать сегодня мажоритарные округа еще и от людей, которые доверяют нашим кандидатам. Поэтому задача стоит не просто их избрать, а сделать так, чтобы за этот период они получили наказы, чтобы мы четко понимали, что мы хотим, и чтобы эти депутаты, кандидаты, которые станут депутатами, после выборов сразу же начали работать на территорию, а раз на территорию, то выходят на страну. Многое сделано, но все же требует внимания. Строительство социальных объектов, дороги, медицина, образование. Представители партии регионов считают, заниматься решением этих вопросов должны люди из народа, которые знакомы с реальной картиной на местах. Были выдвинуты кандидатами по мажоритарным округам Владимир Юрьевич Медяник, Сергей Александрович Горохов и Владимир Александрович Гончаров. Это люди, которые уже практической своей деятельностью доказали способность работать с людьми, проблемы, которые стоят в регионе, находить пути их решения, и способность их работать в команде по реализации партийных программ, ну и немаловажная составляющая – готовность людей работать в структуре законодательного органа власти. Только знать мало, а они уже работают. Владимир Медяник в местном самоуправлении больше 10 лет. Считать, начинать нужно с финансирования. Мы понимаем, что на сегодняшний день мы закрываем только те статьи, которые защищены, это зарплаты, по сути, нашей медицины, образованию и людям, которые работают в сфере управления городами, регионами. На развитие денег остается очень мало. И первоочередная задача, конечно, это привлечение средств в регионы по различным совершенно программам от медицины, образования, спорта, реконструкции дорог, водопроводных сетей. Большой потенциал для развития не хватает законов, которые позволяют воплощать эти планы в жизнь. Владимир Гончаров – кандидат юридических наук. К тому же защитил диссертацию на тему социальной защиты населения, который четко расписал, как будет выполнять задачи, поставленные президентом Украины. Лоббируя интересы нашего региона, создавая новые рабочие места, мы поможем подняться на новый уровень, эффективно будет работать экономика, которая даст свои плоды. Это повышение и заработной платы, это и пенсии, это и социальные льготы, услуги. Это одно. Второе, что я вижу, это создание новых законопроектов. Законопроектов, которые позволят стране динамично развиваться. Работа с достойной заработной платой и условиями труда. Это для людей. Мощные предприятия, на примере завода «Маршалл», помогут укрепить экономику страны. Сергей Горохов обеспечил больше тысячи рабочих мест. В этом направлении планируют работать и дальше. Вижу основную задачу, это именно создание условий для восстановления промышленного потенциала Луганщины. Создание новых заводских рабочих мест. Только после этого мы можем говорить о том, что у нас появились деньги в государственном или в городском бюджете, что даст возможность тратить их на здравоохранение, образование или жилищно-коммунальное хозяйство. Без этого будет очень сложно нам развиваться. Как отметили в зале, в Верховную Раду от Луганска идет достаточно сильная команда. Поэтому кандидатуры Владимира Медяника по 109 округу, Владимира Гончарова по 104 и Сергея Горохова по 105 избирательному округу поддержали единогласно. В пятницу в исполкоме юбилейнинского постсовета состоялась очередная сессия. Председательствовал на ней поселковый голова Владимир Струк. Повестки дня Повестки дня